Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте, Олеся. Очень рада. На «ты» можем? Да, конечно, конечно. Твоя тюльняшка уже прям фирменный трейдмарк. Да, серьёзно? Слушай, скажи мне, пожалуйста, я прям понимаю, что главные новости сейчас – это про самоизоляцию. Новость неделю назад о том, что ты без макияжа – это такой фурор, хотя я не понимаю, потому что ты феноменально красивая, смотреть на тебя одно удовольствие, одно как бы всегда. Я не хочу вас следить за новостями, я только вот иногда с кем-то разговариваю, а что потом бывает после эфира, я вот не знаю. Дальше, Даш, ваша фотосессия для «Окей» отличная совершенно. А как она снималась? Это действительно матчфан и весело? Да, это было, ну, всё равно это было очень трудоёмко, потому что мы всё-таки должны были понимать, что это будет обложка. У нас было очень много условий, и нам очень много давали подсказок, и мы обсуждали, где мы будем снимать, какая локация, какой свет, то есть всё было подготовлено. Как бы за кадром, условно говоря, не присутствуя в квартире, очень много народу трудилось над фотосессией, но, тем не менее, осуществили мы её вдвоём. Это удивительный ноу-хау, потому что на вид, конечно, это кажется, что вы просто пощёлкали в такой вот непринуждённой обстановке, и всё это так легко родилось. А оказывается, это действительно большой труд. Ты, правда, написала, что вы ждёте действительно профессиональных фотосессий, и это совершенно другое настроение, другое ощущение? Ну, всё равно это, как бы сказать, это здорово, это классно, что можно это сделать самостоятельно, что там крутой, хороший телефон снимает, не хуже, условно говоря, там, какого-нибудь фотоаппарата. Но всё равно, я считаю, что так, как снимает профессиональный фотограф, это художественный, ну, как бы сказать, взгляд профессионального человека, как одевают стилисты, как работает всё равно художественный процесс. Даже если речь идёт, ну, как бы о фотосессии в том числе, это действительно по-настоящему командная работа. А это, ну, такой фан. У вас при этом, скажи, пожалуйста, ощущение, что вы друг друга дополняете в самоизоляции, мешаете, у вас есть репетиции в Zoom, это совершенно же поменяло график какой-то, как это происходит? Вы два творческих человека, которые квадратный метр, грубо говоря. Ну, честно говоря, это, вот, я уверена, что когда всё закончится, мы не знаем, когда, но тем не менее, потому что, конечно, объективно понятно, что артисты, по крайней мере, те, кто работает в театре, выйдут на работу просто самыми последними, это понятно. Но я уверена, что вот, когда мы войдём в наш привычный режим, когда мы будем там бесконечно ездить на поездах, самолётах, у нас будут спектакли, съёмки и прочее, я думаю, что мы будем вспоминать этот период как одни из самых счастливых месяцев в нашей жизни, точно. У меня нет в этом ни единого сомнения. Мы же пристали мотаться, да, вот это, нет этой дороги, Москва-Питер бесконечный, да. Москва-Питер, мы всё время с детьми, наши дети видят нас 24 часа в сутки, постоянно. Они к этому уже так привыкли, мы к этому так привыкли. Я сначала, как бы, когда я столкнулась с бытом, я была в абсолютном шоке, потому что я не могла понять, как можно так много и постоянно этим заниматься. Конечно, когда ты там дома что-то сделала, побежала на работу, пришла, опять что-то сделала, но когда ты постоянно занимаешься домом без помощников, я была в ужасе. Потом я привыкла, и сейчас я уже практически этим наслаждаюсь. Я столько успеваю всего. Мы сейчас на даче, я только что вот сейчас перед тем, как сесть в эфир, я посадила голубику, всё привела в порядок, грядки. То есть, у меня просто вот наслаждение, воплощение, я не знаю, женского предназначения, материнство, уют в доме и так далее. То есть, я действительно от этого кайфую, при том, что я абсолютно трудоголик и обожаю свою профессию, но вот я очень рада, что сверхурочно нам выдались такие выходные. Очень жаль, конечно, и ужасно печально, что такой ценой, но тем не менее, вот так вот случилось, что это очень-очень счастливые месяцы. А что касается работы вместе в одной квартире, ну да, у нас действительно у Максима периодически прямые эфиры, у меня прямые эфиры. Но мы сговариваемся, что я спрашиваю, Максим, я могу назначить на этот день? Он говорит, да, можешь. Только в среду не назначай, в среду у меня. Я говорю, окей, всё, хорошо. Ну, то есть, мы сговариваемся дома, плюс у Максима съёмки ещё, он снимается в онлайн-сериале у Саши Мамочникова, да, поэтому я тоже знаю, что у них там в какой-то день читка, на следующий день съёмка. Я всегда этот день себя освобождаю, чтобы быть с детьми, а Максим снимается. Слушай, а там уже проект, я так понимаю, прямо многосерийный стал, и он имеет окончание после завершения изоляции, или он будет дальше продолжаться? Нет, я думаю, что он закончится, просто я не знаю, сколько там серий, наверное, 8, я думаю, что 8. Вот, но осталось несколько серий, наверное, как-то это всё должно разрешиться, сценарий, я не знаю, я не уверена, что они сами знают, чем он закончится, честно говоря, потому что всё это вот так вот на хаду сочиняется. Вот, но так или иначе, я, вот, глупо на самом деле какие-то строить прогнозы, но так или иначе, я считаю, что съёмки возобновятся достаточно скоро. Ну, наверное, в июне, я думаю, ну, как бы, в июне, может быть, в начале июля. А вот театры, к сожалению, я думаю, что не раньше сентября. Вот моё такое мнение, я могу тысячу раз ошибаться, но я не могу себе, даже вот я сейчас, какое-то вышло, по-моему, постановление, если не ошибаюсь. На этой неделе, да, продюсерам разрешили организовывать этот процесс. Что, да, там, если обеспечивать определённым образом работу, да, безопасность, то это возможно. Но вот, а в театре я просто не представляю, вот я сейчас приду играть спектакль. Как я буду с партнёрами своим взаимодействовать на сцене, мы все друг другу близко станем, как зрители будут сидеть в зале. Поэтому этот процесс театра пока представляется невозможным. Но либо что-то придумают, либо, дай бог, дождёмся, когда всё это пойдёт на спад. Но в любом случае, конечно, театр очень серьёзно. Вообще, я не представляю, сколько музыкантов, да, артистов, балетных, оперных, цирковых артистов, сколько народу очень сильно пострадало, конечно, из-за этого. Да, это правда, и это как раз все те люди, которым очень важны живые эмоции, кто выходит к зрителю, видит глаза, видит реакцию и не может никак взаимодействовать. Это как раз та самая тоска по ощущениям, по тактильности, которой не хватает, когда люди общаются. Мы очень много общаемся в Zoom, мы очень открыты сейчас ко всем эфирам, к этому. Диджиталы бесконечно, мне кажется, даже когда они умели пользоваться Инстаграмом и эфирами, так или иначе это научились делать. Но при этом вот, так сказать, крупицы живого, тактильного общения, они как-то очень-очень ценны, оказывается. Скажи, пожалуйста, ты при этом трудоголик, вот действительно это мы знаем, а есть какой-то лайфхак, как вообще сохраниться при всём при этом? У тебя очень напряжённый график, у тебя колоссальная работа, съёмок. Как ты выживаешь, что ты делаешь для себя, скажем так, вот даже не лайфхак? Секреты я не знаю, честно скажу, я себя ужасно ругаю иногда за те темпы, которые я сама себе устраиваю, потому что я неправильно делаю, я не пример, я наоборот антипример, поскольку надо, вот есть, допустим, договорённость с самой собой. У меня там два выходных в неделю. И вот что бы ни случилось, потому что, как обычно бывает, Лиза, мы вас очень просим, мы только в этот день можем, пожалуйста, а вот в этот день может этот артист, и мы вас больше не сведём. Или что-нибудь, ну вот тысячи причин, да, и естественности, ну конечно, ну конечно, ну конечно, и всё. И так случается, что потом просто свободные дни в принципе исчезают из графика, а это, конечно, очень тяжело, и когда много переездов, и, конечно же, когда есть свободное время, ты его пытаешься всё провести с детьми максимально плодотворно, чтобы они и поиграть, и пообниматься, и что-нибудь вместе поделать, и поучиться, и почитать. Но и это прекрасно, и это как бы счастье, что это время есть, но действительно вообще не остаётся времени на себя. И таким образом получается, что вот в свободное время ты всё отдаёшь детям, потому что это по-другому не может быть. И работа, а как бы где там ты, где твоё, не знаю, здоровье, твои интересы, твоя внешность, это всё куда-то, а это неправильно, конечно же, потому что я, мы даже сейчас с Максимом, в общем, сговорились, даже будучи вот на самоизоляции, мы понимаем, что нужно, что у нас у каждого, и у него, и у меня в день должен быть там час своего времени. Не с детьми, даже не друг с другом, не по работе, а именно для себя, это может быть что угодно, ну как бы можно занять, хочешь спи, хочешь, не знаю, маску делай для волос и так далее, неважно, это не имеет значения, но это время нужно, потому что гармоничнее себя чувствуешь. Ну, потому что мы молодые и прекрасные, нам кажется, что это будет бесконечно, а на самом деле всё, да, 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 конечно. Аукнется. А что ты делаешь, что вот в этот час ты делаешь такого для себя? Что ты больше всего любишь? Ну, очень по-разному получается. Конечно, я стараюсь что-то сделать, какие-то элементарные косметические процедуры, но иногда я люблю просто, если много всего до этого было, физической какой-то нагрузки, или там, не знаю, готовила ему посуду, стирала и гладила, просто полежать, почитать или поспать даже, если младший спит, к нему подлечь и вместе с ним поспать. Ты много смотришь фильмов или сериалов? К сожалению, нет. А это в самоизоляции или так всегда? Всегда. Всегда. Я очень люблю смотреть фильмы, но у меня не хватает времени. А хватает ли у тебя изменений актёрского, вот, точнее, не мешает ли то, что ты так глубоко в профессии, так досконально знаешь эту профессию, не мешает ли это тому, как ты смотришь кино? Нет ли вот этой, знаешь, что называется, профдеформации, когда актёры начинают оценивать актёр? Ты умеешь отрешиться и смотреть это как кино? Да, умею. Я ужасно благодарный зритель. У меня любят друзья звать даже на самые те примеры, в которых они, скажем, сами не очень уверены, потому что я абсолютно как ребёнок растворяюсь во всём. Я люблю все жанры, я люблю, как бы сказать, я ко всему подключаюсь. Мне, честно говоря, угодить очень легко. Конечно, я там могу видеть какие-то огрехи, недочёты. Я могу, не исключая того, что там режется урок, как-то мне как-то может показаться посредственно или чего-то ещё. Но в целом всё равно я очень заражаюсь и смотрю всегда с открытым сердцем и получаю всегда такие яркие-яркие впечатления и эмоции. Бывало ли у тебя, что ты смотришь картину, например, друзей или знакомых, которые тебе не очень нравятся, и тебе надо потом что-то говорить, и ты находишь какие-то слова, чтобы не размазать людей? Или ты, скорее, честно скажешь, что это прям не удалось, это нехорошо? Или ты всё-таки найдёшь слова какие-то в обход? Вот. И было ли такое, что тебе говорили, когда, может быть, не понравилась роль, или ты в этой роли, когда ты понимала, что говорят что-то такое, что на самом деле? Ну, мне кажется, всегда слышно. Я очень благодарна тем, кто говорит прямо, особенно если это педагоги, да, или коллеги старшие особенно, там что-то подсказывают, я всегда очень прислушиваюсь. Но я вот должна заметить, что это очень две разные вещи, когда ты говоришь что-то после фильма и после спектакля. Почему? Потому что фильм артисты, которым они снимались, они видели сами. У них есть такая возможность со стороны посмотреть фильм. И они могут объективно тоже понимать, если артисты, так сказать, профессиональные, они сами видят его недочёты. Потому что ты выложился, вот ты был на съёмочной площадке, ты вложился в роль, ты её сочинил, а потом либо эти ожидания стопроцентно оправдались или даже увеличились, либо там здесь отрезали кусок сцены, здесь оценку убрали, здесь всё, и ты понимаешь, что уже что-то история куда-то покатилась не туда, почему-то это, и вот и ты это видишь, и ты понимаешь недосчёты картины. Поэтому если тебе подходит коллега и говорит, что, ну, мне кажется, тут немножко смазалась история, а здесь не хватило того, ты понимаешь, да, 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 конечно, конечно, конечно. А в театре ты всё время настолько заражаешься процессом, и ты это всё до последнего несёшь на сцену, до премьеры, и тебе нет возможности посмотреть со стороны, что что-то там где-то, может быть, ты не так делаешь, или что-то внутри истории не так. Поэтому ты за эту историю болеешь сердцем, душой и всем. И поэтому, когда ты вот люди понимаешь, что они прошли там несколько месяцев каждодневных репетиций, они вот счастливые на поклонах, и вот такому человеку сказать уже после спектакля, что, знаешь, мне кажется, что вот что-то здесь не так, намного сложнее. Но, тем не менее, я не знаю, я вот никогда не жду большего, чем что-то сверхъестественное. На премьере я всегда знаю, что премьеры – это волнение, это нервы, это какие-то ещё технические службы с артистами, все пытаются состыковаться. То есть это, я вижу, уже собранный целиком, наполненный актёрскими эмоциями макет, который как бы со временем спектакль обрастёт живыми чувствами. Кто в твоей семье самый строгий твой зритель – папа, мама или муж? Наверное, папа. Наверное, папа, потому что ему вообще, он, видимо, столько всего в жизни уже видел, смотрел и видел таких артистов на сцене, что ему сейчас очень действительно сложно, ну, ему сложно смотреть современное кино. Даже те фильмы, на которые, ну, сто процентов, но не было ни одного плохого отзыва, ни одного. А он всё равно говорит, ну, это уже не кино, это всё ерунда, это уже почти документальная съёмка, мне это неинтересно, а где актёрские работы и так далее, и так далее. Но я его понимаю. То же самое в театре. Ему сложно сжиться и свыкнуться с сегодняшним театром и с сегодняшним кино. Что-то нравится, безусловно. Сейчас я ему закачала, пока карантины, собственно, делать-то особо нечего, но, по крайней мере, я занимаюсь с детьми и бытом, а папа вот курит, читает, смотрит кино и так далее. И я ему закачала несколько приложений, в которых можно смотреть фильмы. И он смотрит много и уже посмотрел кучу фильмов вот последних двух лет, которые были там и на «Оскар» выдвинуты, и которые там на «Кинотавре» были, и на разных фестивалях. И вот едва ли там пару фильмов пока понравилось, и я всё время «Как?» «Ну, пап, ну как такое может не понравиться?» «Можешь не сказать? Ну, это же гениальный фильм!» Я тебя умоляю, что... И у нас начинается вот эти наши... А что понравилось-то по этому? Ну, вот сейчас я вспомню. С последнего ему понравился, по-моему, француз фильм Смирнова. Да, с Ревалем. Что-то ещё второе не вспомнило. А твой какой последний фильм? Как назывался фильм? Я просто не помню название, оно сложное. Как Васька... Чеснок, Вёс... Вёс, да. Да, да. Вот, вот этот, длинное название просто. Ой, интересно. А у тебя какой любимый фильм за последний фильм? Любимый фильм? Ой, я упала. Да, это я упала, а не ты упала. Так. Так, какой у меня из последних любимых фильмов? Наверное, «Паразиты». Наверное, «Паразиты». Из того, что из последнего я посмотрела. Но вот, к сожалению, не могу похвастаться тем, что на изоляции много всего смотрю. Но я смотрю, кстати, не знаю, это же мои личные предпочтения. Сейчас очень много открытых всяких платформ театральных, где я вас спектакли любит смотреть, которые точно мне не доведётся или очень сложно поверить в то, что доведётся посмотреть вживую. Там открытые платформы Шаубюна или там французские театры всякие, комедии францессы и прочее. Они выкладывают старые спектакли и смотреть, конечно, безумно интересно. Слушай, но всё-таки платформы, мы подразумеваем, что смотрите вы на каком-то более-менее большом экране. Это и на телевизор, или iPad, но не на телефоне. Или папа может... Конечно. Нет, папа смотрит на планшете, это единственная доступная ему понятная вещь, чем он умеет пользоваться. Ну да, вот мы смотрели, мы недавно переехали на дачу, буквально там недели-полторы назад. До этого мы смотрели дома, у нас такой, ну не очень большой, но нормальный телевизор, и там всё смотрели на большом экране. А папе нет, я, он не привыкший к таким телевизорам, что на планшет это уже просто роскошь. Вопрос неожиданный пришёл, поёшь ли ты, и я тоже не знаю, поёшь ли ты, ты поёшь? Да нет, не особо. У меня есть слух, у меня есть голос, я могу петь, если надо, в спектакле, если надо будет в роли петь, в кино я тоже спою, но... Так вот сесть за столобу у костра, это не твоё? Нет, это тоже можно, это как бы для своих, чтобы никто это не слышал. Скажи, пожалуйста, возвращаясь к премьерам, слышала от некоторых актрис, что ну вот премьера, это так утомительно, это готовится, лукавит. Премьера это классно, это красиво, это интересно, потому что каждый раз в глянце на утро выходит, что вот актрисы блистали, и, конечно, очень много людей приходит посмотреть, в каких платьях, какие вы прекрасные, какие вы сказочные. Как идёт подготовка к премьере? Вот у тебя, вот ты знаешь, что у тебя премьера через какое-то там время. Как задолго ты, во-первых, узнаёшь о том, что премьера, дорожка будет? Ну, задолго, конечно, это всё планируется. Как премьера? Ну, скажем так, есть актрисы, которые гораздо более осведомлены во всех, как бы сказать, сферах подготовки, чем, скажем, я. Потому что, во-первых, я из Петербурга, во-вторых, у меня не так много знакомых дизайнеров, у меня нету каких-то завязок с какими-то магазинами, с какими-то брендами. Я знаю, что существуют какие-то шоу-румы, куда можно прийти, что-то померить. Я этого всего как бы лишена. У меня есть вот несколько знакомых моих дорогих друзей, например, Юлия Янина, с которой я много лет уже дружу и выхожу в её платьях на премьеры и на всякие разные ковровые дорожки. Но и как бы особо других знакомых у меня нет. Вот у меня появился бренд Toast, с которым я сотрудничаю. Они теперь, поскольку я амбассадор в России, они мне помогают собираться на все премьеры. И это, конечно, невероятно здорово, потому что они мне помогают и подобрать одежду, и подобрать украшения. И, честно говоря, очень большое количество головной боли у меня отвалилось, потому что нужно быть очень в этом плане такой продвинутой. Знать, у кого что, у кого туфли, у кого украшения, у кого платье, у кого накраситься, у кого прочесаться. Это всё надо очень чётко знать. И у тебя везде должны быть знакомые. Может быть, потому что я из Питера, у меня как бы с этим туговато. Ты думаешь, что если бы ты была в Москве, то это было бы иначе? Ну, честно говоря, нет. Это, наверное, зависит от человека ещё. Ну да, от человека, да. Я вот, я просто в жизни не модница вообще ни разу. Я не, не то чтобы всё равно, во что я одета. Я люблю быть элегантно одета, скажем так, не привлекающе, но стильно, да. Но как бы вот всё время, вот я знаю, что есть люди, которые там на неделю продумывают, в чём они будут ходить. Эти украшения с этой кофточкой, сюда эти джинсы, сюда эти тучки, сюда эта сумочка. Я что-то выберу одно, и каждый день, может быть, я и намереваюсь надеть что-то другое, но поскольку времени, как всегда, нет, приходится в одном доме выходить ближайшие три дня, пока уже, ну, просто надо переодеться вообще. И вот, то есть, я, ну, для меня это не проблема и не беда, потому что я не, это для меня не главное, скажем так. Вот, и что касается сборов, вот сейчас, поскольку появились тоус, мне стало гораздо проще, а раньше это было просто до смешного, вот буквально я даже всё время хотела. Это ключ, да, получается, то есть просто ты говоришь, что это вообще волшебно, удобно, да. Ну, это, знаешь, я просто всегда смеюсь, мне кажется, что про это можно кино снять, про сборы, вот наши сборы, ну, наверное, у кого-то по-другому, просто я про себя бы могла рассказать. И как, наверное, это происходит, там, не знаю, в Голливуде, когда собираются девы, там, все на Оскар, я думаю, что у них всё-то так как-то, ну, гармонично, они в своих особняках собираются к ним, все приходят домой, красят, они не спеша садятся, берут с собой вот такой маленький клатч, садятся в машину, приезжают к кинотеатру, выходят и всё. А у меня всегда, вот, сейчас уже попроще стало с этим как-то, но, тем не менее, у меня, ну, сколько историй у меня было, ну, просто смешных невероятностей. То есть, с переодеваниями вечернего платья в туалете и, там, я не знаю, обратно, вот, после уже мероприятия, когда мне нужно на поезд, а платье я должна отдать, и мне нужно его быстро где-нибудь снять и запихнуть в сумку и отдать кому-то, на вокзал уже поехать. Ну, вот, и где это только не происходит. Действительно, буквально в санузле какой-нибудь гостиницы или на заднем сидении такси. В машине, да. Да, это просто вот постоянно. Помню тоже, когда на церемонии Золотого Орла, по-моему, это было, и как раз вот в этот год я получила Орла за Анну Каренину, я помню, что был ужасный холод, потому что всегда эта церемония проходит в январе, и тоже мне нужно было, у меня было много одежды, и нижней одежды, и одежды, и пакет со сменкой, ну, потому что холодно идти по снегу, а там туфельки лежат под платье. И это же все тоже, там это в павильоне, то есть нужно от проходной дойти в этой сменке с пакетами до, и, главное, заходишь, и тебя сразу начинают фотографироваться, с таким, что ты говоришь, подождите, подождите, я сменку переодену сейчас. Ну, то есть, да смешно, и ровно наоборот, когда уже все закончилось, и мне еще под мышкой, значит, орел, и мне нужно было надеть обратно теплые штаны и переодеть уги, ну, то есть, и тоже нужно было зайти куда-нибудь, хоть за какую-то колонну, чтобы все это, как бы, обратно одеться в теплое, и дойти до такси. Ну, то есть, я все время думаю, боже мой, ну, почему вот так вот смешно? И еще тоже было смешно, это было МКФ, и вот так вот прям совпало, что была репетиция парада, а понятно, что Тверская и вот этот кинотеатр, и я помню, что я была, ну, в роскошном платье, все накрашены вот на таких каблучищах, губы, все, глаза, и я не успела буквально там три минуты проскочить, чтобы переехать в Тверскую, и ее перекрыли. И я стою, значит, вот так вот наискосок практически откинула, кинотеатра, и стоит какой-то, значит, мужчина в форме, и я подхожу, говорю, пожалуйста, можно я пройду, перебегу, мне надо, там, ковровая дорожка, а я стою опять в платье, а в руках опять какой-то пакет, я не знаю, там, с пятерочки, с туфлями, с одеждой моей. Я говорю, пропустите, там, мне нужно на фестиваль. Он говорит, простите, я очень понимаю, но не положено. Я говорю, ну, пожалуйста, я говорю, понимаете, я не могу. Он не знает тебя при этом, да? Я не знаю, мне это, судя по всему, узнал. И я говорю, я не могу спускаться в пешеходный переход, посмотрите, какие мне каблуки, мне, правда, неудобно. Он говорит, я все понимаю, но, к сожалению, не положено. Я, значит, ну, я пошла через по подземному переходу, вот так вот задрала вот это платье себе на голову, со шлейфом вот так его обмотала, взяла сумку, значит, у меня здесь мои джинсы, здесь мои кроссовки, я все это иду, значит, по подземному переходу, захожу в гостиницу, там выставляю, значит, свои вещи, иду тоже так вот до кинотеатра, и обратно было все примерно то же самое, но обратно просто чуть позже, чуть проще мы зашли уже вот в гостиницу как раз в место, где можно припутать носик, и там надо было уже, уже надо было как-то снять платье, запихнуть его в пакет, переодеться в джинсы. Я все равно, боже мой, вот кто бы думал, да, артистки, красная ковровая дорожка, бриллианты висят, ага. Это мне сейчас напоминает историю, на днях в инстаграме у Кары Делавинь видела, когда она на Медгалу ехала, и у нее сломался жезл, как они заезжали буквально в хозяйственный магазин, значит, покупали этот горячий клей в пистолете, и всей машиной, значит, я ее там отклеила, и потом красота, конечно, получает. Ну да, ну вот никто не знает, откуда ноги растут. Откуда ноги растут, мы знаем, ноги классные, красивые. Слушай, скажи, пожалуйста, у тебя огромное количество черно-белых фотографий, это, кстати, не каждому артисту, они идут, во-первых, не каждый умеет это делать, это заслуга тех людей, которые делают у тебя фотосессии, и это потом получается так, что сделали цветные, а потом обработали черно-белые, или изначально идет черно-белые сессии, они у тебя совершенно роскошные. Спасибо большое, ну, мы делаем и так, и так, ну, я, честно говоря, у разных фотографов фотографировалась очень все разные, талантливые, но так получилось, что уже много лет, действительно много, я, ну, как дружу и работаю, есть потрясающие питерские фотографии, Миша Тарасов, Михаил Тарасов, и у меня с ним, наверное, штук 10 фотосессий, и мы уже, ну, как бы, мы собираемся, просто Миша пошли, пофотографируемся, пошли. И вот у него очень много черно-белых фотографий, и он, как бы, это его, можно сказать, визитная карточка, хотя он делает самые разные, вот, и я люблю просто ЧБ, мне очень кажется, что они очень выразительные. Да, но это, кстати, особенности тех актеров, которые изначально театальные актеры-актеры. Ну, возможно, да, возможно. Я очень боюсь, что может в какой-то момент зависнуть запись, поэтому я все-таки сейчас буду, наверное, потихонечку закругляться, но я очень хочу понять, какие места в Питере ты любишь больше всего? Я как раз тот человек, который мотается в Питер, потому что у меня папа из Питера, но знаю, что каждый человек, который родился в Питере, любит Питер, смотрит на него, конечно, совсем другими глазами, и вот мы с тобой в этом очень схожи. Я про Москву все время, я могу бесконечно видеть за одну и те же улицы, и говорить, как здесь красиво, как здесь потрясающе здорово. Смотрите, какой закат, какой рассвет. Где ты любишь бывать в Питере? Ну, конечно, Питер – это набережные для меня, и поэтому я очень люблю Дворцовую набережную, я очень люблю Мойку, набережную реки Мойки, Фонтанку, канал Грибоедова. Я очень люблю Елагин остров. Это не самое часто посещаемое место, но там очень хорошо. Там можно погулять и просто немножко отдохнуть от городской суеты. Но, конечно, вот все, что связано с акваторией, с открытым воздухом, с ветром, все центральные набережные Петербурга, конечно, это вот, мне кажется, дают истинное представление о том, какой этот город, сколько в нем воздуха, сколько в нем силы, мощи, стати и так далее. В этом смысле у нас тут очень много твоих, я вижу, поклонников, которые тоже разделяют это мнение, это любовь к Владимиру острову. Скажи, пожалуйста, в чем мы ближайшее время тебя увидим? Какие проекты ждать на экране? Я сейчас вообще стала так редко сниматься, но, честно говоря, я как бы это осознанный выбор, и так должно быть, так я хочу, и мне так комфортно, скажем так. И, ну, вот последнее, в чем я снималась, и мне был очень интересный опыт с изумительным режиссером Алексеем Попогребским, это второй сезон «Оптимистов». Я думаю, что это будет осень, может быть, раньше, но, тем не менее, сейчас в разгаре монтаж, и, наверное, будет озвучание. Вот, там прекрасный актерский состав, и очень интересный сюжет, все основаны на истории с Карибским кризисом. Ну, в общем, сниматься было очень интересно, и, конечно, поработать с таким режиссером, у меня было таким большим подарком. Вот, и в театре, мы нас практически на полусловие прервали, у нас должна была состояться 11-12 апреля премьера «Братьев Карамазовых», не состоялась, хотя уже была готова. Ну, опять же, состоится, да. Да, как только все закончится, мы выйдем из самоизоляции, мы, я надеюсь, через какое-то время, наверное, понадобится время для того, чтобы восстановить спектакль, все в памяти восстановить, и мы сыграем премьеру «Братьев Карамазовых» в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге. Это будет, я думаю, что это будет здорово. Скажи, пожалуйста, как зритель, когда ты приходишь в кино? Попкорн или начис? Попкорн соленый, конечно. Прекрасно. Огромное спасибо за то, что нашла сегодня время к нам присоединиться. Желаю прекрасного времяпрепровождения на даче. Спасибо. Спасибо большое. Оно подержит к лицу, как и, в общем, многое, что происходит в твоей жизни. Здоровья в вашей семье. И спасибо. Олеся, спасибо огромное. И за это покорнение в скорочтении. Всего хорошего. Счастливо. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова